Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней практической работы номер 4 – моделирование процесса принятия решения о продлении договора с поставщиком по дисциплине «Информационная логистика» для студентов специальности логистика. Разработчик – ассистент кафедры «Транспортная техника и логистические системы» Дукенбаева Сандула Шамангельдиновна. Целью работы является ознакомление с моделью процесса принятия решения о продлении договора. Давайте ознакомимся с порядком выполнения практической работы. Первое – рассчитать темп роста среднего опоздания в поставках. Второе – рассчитать средневзвешенный темп роста цен. Третье – рассчитать темп роста поставок материалов ненадлежащего качества. И четвертое – рассчитать рейтинг продавца. Для этого нам необходимо ознакомиться с кратким теоретическим сведением. Выбор квалифицированного поставщика – это одно из стратегических решений в сфере снабжения, которое отвечает за приобретение всех материалов необходимых организаций. Оно является составляющим процесса выработка логистической стратегии предприятия. Выбор поставщика – одна из важнейших задач управляющего персонала организации. Логистическая стратегия приводит к более подробным решениям, принимаемым на этапе ее реализации. Например, стратегическое решение о выборе поставщика приводит к принятию среднесрочных тактических решений, основанных на мониторинге деятельности своих поставщиков, чтобы убедиться, что те продолжают оказывать удовлетворительные услуги. Это называется рейтингом поставщиков. Часто это выполняется неформально, но на качественном уровне, как субъективный анализ, но иногда организация прибегает к более сложным показателям. Количественно измеряя каждый аспект деятельности поставщиков. Один из наиболее общих подходов в составлении списка наиболее важных факторов и проверка того, насколько поставщик удовлетворяет установленным стандартам по всем позициям данного списка. Например, в этом списке могут присутствовать такие факторы, критерии, как насколько прочно финансовое положение поставщика, обеспечивает ли он доставку сырья, материала в срок, качественна ли его продукция, которую он поставляет и так далее. Если поставщик не удовлетворяет хотя бы одному критерию, заказчик либо обсуждает с ним способ устранения выявленного недостатка, либо ищет другого поставщика. На продление договора с поставщиком существенное влияние оказывают результаты работы по уже заключенным ранее договорам, на основании выполнения которых осуществляется расчет рейтинга поставщика. Следовательно, система контроля исполнения договоров поставки должна позволять накапливать информацию, необходимую для такого расчета. Рассмотрим методику принятия решения о продлении договора с поставщиком. Одним из главных понятий в предлагаемой методике является рейтинг поставщика, под которым следует понимать место, занимаемое поставщиком в ранжированном ряду всех позиций структурного ряда поставщиков. Более высокий рейтинг поставщика свидетельствует о наличии большего количества негативных характеристик работы поставщика. В этом случае предпочтение следует отдать поставщику, который имеет наименьший рейтинг. Однако от поставщиков, рейтинг которых высок, не следует отказываться. Разумнее контролировать их деятельность, выявить области, требующие совершенствования, и договориться как лучшим образом провести предложенные усовершенствования. И только в крайнем случае организация начинает искать новых поставщиков. Система оценки критериев в задаче принятия управленческого решения о продлении долгого распоставщика основана на регистрации темпов роста, негативных характеристик их работы. Реализация методики принятия этого управленческого решения основана на компьютерном моделировании среди табличного процессора Microsoft Excel и включает три этапа. На первом этапе с помощью экспертного или логического метода определяется на основе каких критериев будет приниматься решение о продлении договора с поставщиком. Выбор экономических показателей, характеристик, по которым проводится разжирование поставщиков, зависит от конкретных условий предприятия, степени, риска и задач, стоящих перед предприятием относительно механизма, фактически запускающего материальный поток в действие, который обеспечивается закупками или снабжением. В качестве таких критериев предлагается использовать такие оценочные показатели, как цена на поставляемую продукцию, качество поставляемого сырья, материалов, а также динамика нарушения поставщиками, установленных сроков поставок сырья, материалов, однако перечень критериев может изменяться в зависимости от требований, предъявляемых предприятием к поставщикам. На втором этапе принятия управленческого решения о продлении договора с поставщиком для оценки поставщиков. Экспертным путем определяется вес каждого критерия в общей их совокупности. Таблица 4.1. Сумма всех весов критериев должна равняться единице. Таблица 4.1. Вес показателя при расчете рейтинга поставщика. Затем формируются таблицы с исходной информацией. Таблицы с исходными данными приведены ниже. В процессе реализации третьего этапа решаются следующие задачи. Таблица 4.2. Динамика цен на поставляемое сырье материалы. Таблица 4.3. Динамика поставки материалов ненадлежащего качества. Расчет темпа роста нарушения ресурсообеспечения среднего опоздания в поставках сырья, материалов. Анализ возможностей ресурсообеспечения важен для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, так как перед всеми производственными предприятиями стоит сложная проблема – потребление и использование сырья и материалов, необходимых для производства продукты в нужном количестве, определенного качества и достаточного ассортимента. Одним из аспектов этого анализа является количественная оценка надежности поставки среднее опоздание, то есть число дней опоздания, приходящихся на поставку. Эта величина определяется как частное отделение общего количества, количество дней, опоздание за определенный период, на количество поставок сырья и материалов за тот же период. На основании сведений таблицы 4.4 по каждому поставщику рассчитывается темп роста. Среднего опоздания в процессе поставки сырья и материалов, представленных в таблице 4.5. Вот таблица 4.5. Расчет темпов роста среднего опоздания в поставках сырья и материалов. Месяцы поставщик 1, поставщик 2, поставщик 3. Темпы роста в процентах. Месяцы апрель. Например, поставщик 2, темпы роста у нас было 142,86%. Поставщик 2 – 66,67%. Поставщик 3 – 76,34%. Расчет среднего взвешенного темпа роста цен сырья и материалов. Для расчета среднего взвешенного темпа роста цен введем следующее обозначение. Темп роста цен материала Х, темп роста цен материала У, стоимость материала Х, стоимость материала У, доля материала Х в общем объеме поставок текущего периода, доля материала У в общем объеме поставок текущего периода и среднеизвешенный темп роста цен для каждого поставщика. На основании сведений таблица 2 производится расчет среднеизвешенного темпа роста С. Алгоритм этого расчета приведем в таблице 4 и 6. Вот, обратите внимание. Поставщик 1, 2, 3. И получается здесь уже алгоритм этого расчета приведены в таблице. Расчет темпа роста поставок сырья материалов ненадлежащего качества. Качество поставляемого сырья материалов оказывает большое влияние на производство продукции, включенной в структуру товарного ассортимента предприятия. Расчет темпа роста поставок сырья материалов ненадлежащего качества производится по каждому поставщику. На основании сведений таблицы 4 и 3 алгоритм этого расчета представлен в таблице 4 и 2. Определение рейтинга поставщика в ранжированном ряду всех позиций поставщиков. Для расчета рейтинга поставщиков необходимо по каждому показателю, критерию, вычислить произведение полученного значения темпа роста на вес и просуммировать эти произведения. Результаты этих вычислений представлены в таблице 4 и 8. Так как система оценки критериев основана на регистрации темпов роста, негативных характеристик работы поставщиков, таких как рост цен, рост доли некачественных товаров, в общем объеме поставок, рост нарушения установленных сроков поставок, то предпочтение при перезаключении договора следует отдать тому поставщику, который будет иметь наименьший рейтинг. Наименьшие значения среди значений ячеек с адресами это будут F79, G79 и H79 и будет определять поставщика, которому следует отдать предпочтение при перезаключении договора. Для принятия решения о продлении договора с поставщиком номер 1, рейтинг которого достаточно высок, следует проанализировать содержимое ячеек. Содержание ячейки С77 говорит о том, что качество материала ухудшилось на 32,78%, а содержимое ячейки С78 показывает, что надежность поставок сырья материалов ухудшилось на 42,86%. Следовательно, имеет место возможность отказа от услуг данного поставщика, но окончательный ответ дает, скорее всего, комбинация обсуждения и согласования при наличии точного числового показателя рейтинга. Обратите внимание на таблицу 4.8. Расчет рейтинга поставщиков. Примечания. Адреса ячеек, содержание ячеек. Задание к выполнению практической работы вы возьмете с этой таблицы, вариант свой выбираете и по варианту берете уже свои данные. Количество материалов ненадлежащего качества у поставщиков 1, 2, 3 в апреле, цена за единицу у поставщиков 1, 2, 3 в марте. И в конце отвечаете на контрольные вопросы. Спасибо за внимание. На этот урок закончился. Спасибо. 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 Спасибо.